Я расскажу вам о явлении сверхпроводимости, которая возникает в приграничном слое, разделяющем медь и ее оксид. Этот тип сверхпроводимости обычно называют интерфейсной или интерфазной, потому что она возникает в приграничном слое между двумя не сверхпроводящими фазами. Образцы готовились следующим образом. Изначально исходный обрезец представлял собой порошковую медь приблизительно размером зерна в интервале от 5 до 50 микрон, которая на первом этапе подвергалась частичному окислению путем ее термической обработки в нормальной атмосфере при температурах 620-670 кг в течение нескольких десятков секунд. Порошковая дифрактограмма такого образца показана справа. Образец представляет собой суперпозицию метель и ее оксидов Кубрум-О и Кубрум-2О. Затем образец помещался в кварцевую ампулу, откачивался, ампула перепаивалась под откачкой. И проводились измерения динамической магнитной восприимчивости образца такого образца. Результаты измерений показаны на кривых 1. Измерялось динамическое результаты, измерения проводились на частоте 310 Гц, амплитуде переменного поля 0,05 Гц. Результаты кривых 1 не зависели от их положения, от внешнего магнитного поля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова